МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Сориентировать, мотивировать на то, чтобы изучали правила дорожного движения. Ко Всемирному дню ребенка ГИБДД запланировала ряд акций, но поехали сотрудники ДПС оформлять ДТП, в котором сбили маленького пешехода. Город князя Кантемира преобразился. Благоустройство центральной части Дмитровска завершено. В городе резали красные ленточки, а посмотреть на его новый облик приехал губернатор. Вызов принят. Можно приступать. Сестра может в реанимацию. В Орловском медицинском колледже впервые прошли демонстрационные экзамены. На них студенты показали, как умеют ухаживать за больными. Нарушители, когда видят большое животное, они ведут себя адекватно, останавливаются сами. Орловские дачники закрыли СИЗО, а дачные воры его открыли. На борьбу с ними вышла конная полиция. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Всемирный день ребенка инспекторы ГИБДД собирались отметить несколькими мероприятиями по профилактике детского дорожного травматизма. Однако проблема обратила на себя внимание сама. В первом часу дня на улице Комсомольской под автомобиль угодил подросток. Иван Суверин знает подробности. ДТП случилось неподалеку от остановки «Уют» юного пешехода с подозрением на перелом ноги госпитализировала бригада скорой помощи. Водитель, управляя транспортным средством «Лада», двигался по дороге «Дублер» по улице Комсомольской со стороны Гарачевского шоссе в направлении улицы Авиационная. И в районе дома 282 по улице Комсомольская допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. С места был доставлен карета скорой помощи в медицинское учреждение. Водитель, допустивший наезд, пояснил, мальчик выскочил из-за стоящей фуры совершенно неожиданно. И хотя скорость машины была невелика, ее тормозного пути для того, чтобы избежать ДТП, не хватило. Он бежал. Он не шел, он бежал. И прямо под колеса. Естественно, за секунду я не могу остановить машину. Дознавателям ГИБДД в этой ситуации еще только предстоит разобраться. Инспекторы склонны считать, что осмотрительности в данном случае не хватило и водителю, и пешеходу. А вот 15-летний Илья Сальников под машину угодил еще 31 июля и до сих пор так толком и не встал на ноги. Я увидел с левой стороны прибежающуюся машину и свет фар. После чего я проснулся в больнице. Для мамы Ильи этот день был самым страшным в ее жизни. Пока он находился в реанимации, то есть врачи очень долго и много боролись за его жизнь. Сегодня главный инспектор города приехал поддержать мальчика. Подарок ему выбрали с учетом нынешних наклонностей Ильи. С тех пор, как любимые виды спорта стали недоступны, подросток увлекся аранжировкой музыки. Согласно статистике детского травматизма на дорогах Орла за 2020 год, Илья Сальников пострадал в ДТП сильнее других. В этом году на улицах города Орла совершено 43 дороготранспортных происшествия, в которых пострадали дети. К великому счастью, все дети остались живы. Но 48 человек получили различные ранения. В ГИБДД считают, все способы привлечь внимание к детской безопасности на дороге хороши. А выразительные свойства граффити еще и доступнее прочих для молодежи. Вот такой рисунок появился на заборе стадиона «Динамо». Зачем здесь такие художества, об этом рассказал начальник областной госинспекции. Сориентировать, мотивировать на то, чтобы все-таки изучали правила дорожного движения и вели себя правильно на наших дорогах. В реализации этой идеи приняли участие депутаты облсовета. Вот сейчас походили, посмотрели, приехали рано и решили, что надо нам продолжить эту идею до конца этой стены. Центр города. Это должно быть красиво. Это должно быть значимо. Инспекторы и депутаты надеются впредь. Понимание о правилах дорожного движения юные орловчане будут черпать в том числе и в таких занимательных картинках, а не из личного опыта попадая в аварийные сводки ГИБДД. Иван Суверин, Алексей Нескин, Андрей Погосян. Телеканал Первый областной. Благоустройство центральной части Дмитровска завершено. Новый облик обрели сразу несколько общественных пространств. Площадь перед районным ДК, бульвар, а также сквер, названный в честь основателя города, молдавского князя Дмитрия Кантемира. Напомним, что в этом году Дмитровск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект «Голубь Кантемира» был признан одним из лучших в стране. Городу выделили федеральный грант в размере 45 миллионов рублей. Работы по благоустройству Дмитровска начались 10 августа. И вот теперь результат с жителями оценил губернатор Андрей Клочков. Условия пандемии коронавируса не позволяют нам сегодня провести массовые мероприятия, но все же качество, подход и то, что в сельской местности мы активно за этот год продвинулись по планам благоустройства не только за счет региональных, муниципальных средств, федеральных, внушают большую надежду не только для региональной, но и для муниципальной власти. Сегодня приехали главы других районов и городов, и кто уже, по примеру, Дмитровска подключился, и привезли в регион только за один год 220 миллионов инвестиций в развитие территории. Я убежден, мы продолжим эту работу совместно с правительством, чтобы капитально ремонтировать школы, дома культуры, строить спортивные объекты, чтобы интересно молодежи было жить в таких городах, ну и в том числе, конечно, такие общественные пространства. Студенты-медики, которые трудятся на ковидной передовой, чуть не остались без крова. Волонтеров на время работы в Крамской ЦРБ поселили в частной гостинице и предоставили им горячее питание. Но вскоре сотрудники гостиницы потребовали со студентов плату за проживание. При содействии СМИ о проблеме узнал глава облздрава Иван Залогин. Все сложности урегулированы в сегодняшний момент по информации от администрации учреждений. За волонтерскую деятельность студентам-медикам теперь будут платить. Иван Залогин уверен, что финансовый стимул привлечет новые кадры. Иногда мы встречаемся с фактами, когда иногда и родители студентов, иногда они сами не всегда соглашаются на оказание помощи и поддержки. Работать в качестве врачей в ковидных госпиталях могут только студенты старших курсов мединститутов. Тем временем в обычных медучреждениях региона, не перепрофилированных под работу с ковидными больными, не хватает терапевтов. Их функции временно возьмут на себя эндокринологи, кардиологи и пульмонологи. На приемы переводят специалистов других специальностей терапевтического профиля. В каждой поликлинике здесь свой ресурс. Также в Орловской области увеличивается количество свободных ковидных мест. Сейчас их 80. По словам Залогина, причина тому – большое число выписок из больниц и введения в оборот новых ковидных коек. А выздоровлений за последние сутки действительно больше, чем случаев инфицирования. За прошедший день 215 человек справились с недугом, заразилось ковид-19 – 139. Трое скончалось. В Орловском медицинском колледже впервые прошли демонстрационные экзамены. Они принципиально отличаются от привычных, когда тянешь билет, отвечаешь преподавателю или ставишь в тестах галочки. Теперь на экзаменах студентам надо ухаживать за больными, учить их ходить на костылях или, например, пытаться не испачкаться в крови, которую взяли для анализов. И все это максимально приближено к натуральным условиям, в которых и предстоит трудиться выпускникам колледжа. Какие фильмы смотрит дилетант от медицины на тему врачей, припарок, больничных и всяких МРТ? Доктора Хауса, например, или сериал «Интерны». Может быть, ему нравится кино про доктора Куин, которая – женщина-врач, или даже про доктора Плюшеву. Но это смотрят не профессионалы, а те, кто в теме разбирается, смотрят вот это – прямую трансляцию в интернет. Подключиться может каждый, но ее главные зрители – эксперты из Орловских аптек и больниц. И свои зрители даже есть в Москве из Академии WorldSkills Россия. А зрелище – это так называемый демонстрационный экзамен, который впервые проходит в Орловском базовом медицинском колледже. Это новая для российского образования форма аттестации. Все демонстрируется онлайн, но кое-кто из зрителей в силу профессиональных обязанностей в события на экране даже может вмешаться, если, например, надо изобразить общение студента с диспетчером скорой помощи. Вызов принят. Можно приступать. Те судьи, что по другую сторону видеокамеры, могут представлять собой даже будущих работодателей для нынешних студентов. Другие зрители – в реале. Это тоже экзаменаторы. Они на месте решают, соответствует ли студент пятерке. Все эксперты с правом оценки наделены этим правом от имени Союза WorldSkills Россия. И координирует проведение таких экзаменов региональный центр WorldSkills, что на базе Орловского деставрационно-строительного техникума. Каждый выпускник, который сдает демонстрационный экзамен, он получает паспорт компетенции, который дает возможность быть включенным ему в базу молодых профессионалов, которые могут воспользоваться все партнеры и работодатели Орловской области для того, чтобы подобрать себе специалистов. Тем временем экзаменующиеся уже показали, как они хороши в компетенции, медицинский и социальный уход. А это новая площадка. Она оборудована для аттестации по дисциплине биохимия. Вашему вниманию лабораторный медицинский анализ. Девушки в белых халатах колдуют сывороткой бычьей крови. Оказывается, для таких экзаменов где-то есть специальные быки-доноры. Подключили их, подкупили оборудование и опа! Бывший класс для занятий превратился в место, где учащиеся могут почувствовать себя, если не в бою, то на практике. Результат составляет 5,5 ммол на литр, что является нормой. Как человек ищущий, я всегда не совсем довольна своей работой и пригласила все-таки специалиста для оценки нашей лаборатории, лаборатории медицинский анализ. Специалист крупнейшей лаборатории, собственно, больницы Боткина, сказала, что наши условия ничем не отличаются от тех условий, в которых работают лаборанты в ее больнице. Такая подготовка – требование национального проекта образования. Первый опыт проведения в области демо-экзамена случился в 2019 году, потом летом этого года. В конце концов, все заведения среднего профессионального образования вслед за медколледжем и другими должны освоить эту новацию по моделированию реальных производственных условий. А это будто бы Виктория Молоткова, которая будто бы травмировалась на соревнованиях. Два дня назад у меня был футбольный матч, и я упала и повредила ногу. Лежит она теперь, нуждаясь в компрессионном чулке и в том, чтобы ее научили ходить на костылях. По сути, так, постановочно и чуть ли не театрально она помогает сдать экзамен подруге. Наверняка та справится и получит максимальный балл. Хотя бы за такой ответ. Не волнуйтесь, я рядом. Если что, я вам помогу. Сергей Быковский, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Уже неделю на Орловщине держатся отрицательные температуры. На многих стоящих и даже проточных водоемах начали появляться ледовые закраины. Период ледостава в региональном центре ГИМС считают самым опасным. ЧП на воде наиболее вероятны. Чего следует опасаться и кто в группе риска, об этом узнал Иван Суверин. Между купальным и ледовым сезонами опасность несчастных случаев на водоемах минимальна. Но как только у берегов появляется первая кромка льда, всегда находятся те, кто готов испытать ее на прочность. К наибольшей группе риска относятся в первую очередь дети и рыбаки. С ними мы проводим ежегодно профилактическую работу. Для любителей зимнего лова в ГИМС разработали специальную памятку. Добрый день. Здравствуйте. Рыбалка снимается? Бывает. У нас мероприятия профилактические. Советы любителей рыбалки, как себя вести на запасы на льду во время рыбалки. Спасибо. Посмотрим. Однако в прошлом году счет ЧП на льду открыли вовсе не рыбаки и даже не малолетние сорванцы. Как показывает статистика, наибольшее количество происшествий случается именно в период ледостава. В прошлом году, как раз в это время, было у нас отмечено спасение человека, который пытался по первому льду покататься на коньках. Безопасным спасатели считают только монолитный лед, не затронутый оттепелями. Минимальная толщина льда должна быть не менее 7-10 сантиметров. Глубого цвета должен быть лед. Инспекторы уже начали активно патрулировать акваторию Орловских рек. Сотрудники ГИМС надеются, что траурный венок, который неведомо как приплыл к причалу спасательной станции и вмерз в первый лед, досадная случайность, а не дурное предзнаменование. Иван Суверин, телеканал Первый областной. В Орловской области на 1969 году ушел из жизни генеральный директор хозяйства ЗАО Куракинская Владимир Мишин. Под его руководством предприятие стало одним из лучших в районе. Он не только развивал хозяйство, но и занимался социальными вопросами и благоустройством. Владимир Мишин также был инициатором возведения памятников князю Алексею Куракину и герою-танкисту Ивану Молокову, который установили в Свердловском районе. Руководителем совхоза, а затем ЗАО Куракинская, он стал в 1987 году, спустя 5 лет после того, как окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. СНТ засыпает, просыпается мафия. Недавно орловские дачники закрыли сезон, а дачные воры его открыли. В оставленные до весны садовые домики любят наведываться непритязательные преступники. Тащат они оттуда все, что ни по поди. Домашний скарб, инструменты и, главным образом, изделия из цветных металлов. В полиции нашли оптимальный способ охраны дачных кооперативов – конные патрули. Иван Суверин наблюдал за тем, как несут службу кавалеристы. Ни собаки, что зимуют среди пустующих дач, ни одинокие огородные пугало. Отводить воришек от легкой поживы не в силах. Зато всадникам из патрульно-постовой службы – это по плечу. Задачи конных полицейских состоят в следующем. С высоты конской холки легко заглянуть за глухой забор, увидеть вскрытую дверь, разбитое окно, а то и подозрительную личность в чужом огороде. Полицейские конники охотно используют свои оперативные преимущества. Можно поставить наряд там, куда не проедет автотранспорт и не пройдет пеший наряд, независимо от погодных условий. А уж если дело доходит до преследования преступника, кавалеристам нет равных. Кстати, ожесточенный отпор, который подчас встречают пешие наряды, всадникам ППС не грозит. На дачных жуликов конники всегда взирают с высоты своего положения. Нарушители, когда видят большое животное, они ведут себя адекватно, останавливаются сами. А мы уже вызываем автопатруль и приезжают для составления административного задержания. То есть вы сопротивление практически не встречаете? Не встречаем. Охрану дач конная полиция ведет, что называется, по заявкам трудящихся. Правда, волю судоводов председатель СНТ должен выразить в письменной форме. Председатель СНТ пишет письмо на начальство. Командир кавалеристского взвода уже направляет наряды. Успех каждого из таких рейдов в равной мере зависит и от людей, и от коней. Четвероногие служащие также подвержены настроениям. Могут хандрить или напротив расшалиться не кстати. Важная часть искусства наездника – умение привести скакуна в рабочее состояние. Иногда окриком и уздой, иногда лаской и оглаживанием. Почти все лошади конного взвода ППС – это метисы бульоновской породы. Этих лошадей полицейские ценят за их прекрасные эксплуатационные качества. Это прежде всего покладистый характер и большая выносливость. Впрочем, работать как лошадь – это не про полицейских скакунов. Кавалеристы своих коней берегут и по возможности щадят. Если, конечно, и новую не требует оперативная обстановка. Иван Суверин, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Сегодня в Орле открылась художественная выставка, героини которой – женщины. Все представленные экспозиции посвящены Дню Матери. Мастера кисти из разных регионов в своих произведениях рассказывают о матери, жене, дочери, тех женщинах, которые окружают нас в повседневной жизни. Во все времена образ женщины-матери был идеалом красоты, любви и верности, олицетворением семьи. Это в очередной раз подтверждают 120 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, представленные на выставке. Мне хочется, чтобы тему материнства и почетная роль матери, она в нашем обществе, ну, всеми возможными способами поддерживалась, превозносилась. Тем более, на уровне государства достаточно много сейчас делается для того, чтобы действительно женщина свое основное предназначение хотела исполнять, и чтобы как можно больше детей рождалось в наших семьях. Увидеть работу можно в областном выставочном центре. Выставка продлится до 6 декабря. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104 в ФМ-диапазоне. Выпуски по будням каждые полчаса 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Хороших выходных. Вы хотите вырваться из холодной и промозглой осени и погрузиться в атмосферу жаркого лета? Если да, то сейчас самое время посетить выставку «Живые тропики», которая открылась в Терции Рио. Там вас ждут более 60 видов редких и экзотических животных. На этой выставке вы встретите тамаринов, капуцинов и лемуров, поразительных по своей красоте попугаев, ара, кокоду и венесуэльских амазонов. Гость программы – летучая африканская лисица. Да где еще вы увидите редчайшего обитателя дикой фауны – шпароносную черепаху? Также на выставке представлены разнообразные рептилии – крокодилы, змеи и хамелеоны. Соглашаем вас посетить нашу выставку. Мы работаем каждый день до 13 декабря с 11 до 8. Тут вы у нас увидите более 60 животных. Познавательные выставки будет интересны так же, как и детям и взрослым. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Далее городу Орлу дома, парки и храмы было обычным делом у орловских предпринимателей 19 века. Но, пожалуй, самым экстравагантным подарком стал водопровод. Да, первый Орловский водопровод. Дело было так. На гору, которая сегодня носит название Пролетарской, а в 19 веке Левашовой со стороны Оки на высоту 20 сажений начали закачивать воду. Где-то вот там недалеко стояла водонапорная башня, а от нее под землею были проложены трубы, которые выходили на поверхность. Вот там, где сегодня стоит и смотрит даль вождь мирового пролетариата. Кстати, на месте современной клуббы с Ильичом появился первый в Орле фонтан. Все это было сделано иждивением всего лишь одного человека, малоархангельского предпринимателя Николая Байковского. И после торжественного открытия передано городу в дар. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно, выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. С 13 по 22 ноября в ДК ЖД выставка курток, пуховиков, пальто. Все по оптовым ценам. В компанию «Рубин» требуются фасовщики складских новогодних подарков. Обращаться по телефону 44 34 40 8 980 366 84 85. Санаторий «Лесной» предлагает пройти восстановительный курс после перенесенного ковид-заболевания с применением процедуры ЛФК, дыхательной гимнастики, озонотерапии, массажа грудной клетки, ингаляции, бассейна, горного воздуха, спелеокамеров и многих других. Город Орел, улица Раздольная, дом 85, телефон 33 00 32. Роспотребнадзор предупреждает. Обязательное ношение масок снижает риск распространения коронавирусной инфекции и тяжесть течения заболевания в случае заражения. Будьте ответственны. Соблюдайте масочный режим. Отношения построены на честности. Будьте до конца откровенны. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Ну что же, мы начинаем. С добрым утром, дорогие друзья, товарищи. В эфире первая Орловская МВ-радио. 100 и 4 в Орле. И сегодня также не обойдется нашей любивейшей музыки. Музыки для думающих людей. В ближайшее время нас ждут ACDC, Дельфин, Кофешоп, Майкл Джексон, Франц Ферден, Тунтервуд, Дорстрейс и многое-многое другое. Но только то, что любим именно мы, Ивы. Экспресс-радио. Радио Орел. 100 и 4 ФМ. О прогнозе погоды в нашей области расскажу вам я, Катерина Ясная. Здравствуйте. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Дата носит символическое значение, приурочена к проведению Всемирного телевизионного форума в 1996 году. В СССР первые трансляции передач с движущимся изображением начались в 1932 году. А первой программой была документальная демонстрация 18-го съезда коммунистической партии. Теперь вернемся к прогнозу погоды в нашей области. В Амцинске пасмурные синоптики настаивают, что будет снег. Воздух остынет до нуля, ночью – до двух мороза. В Ливнах – минус два, а пасмурные тоже осадки в виде снега. Ночью температура – минус пять. Болхов припорошит днем снег и пасмурно. Ноль днем, ночью – на термометре – один градус мороза. Не больше нуля днем в Орле – пасмурный снег, ночью – минус один. Ветер южный – 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление все еще выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Празднуйте День телевидения с нами. Смотрите Первый областной. Партнер программы – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Всем насыщенных и нескучных выходных. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. Когда нужны госуслуги.ру? Когда в планах свадьба? И дети? Когда меняете права или купили автомобиль? Когда надо платить штрафы вдвое дешевле? Или сэкономить 30% на пошлинах? Госуслуги. На все случаи жизни.